Сейчас конец августа и мы рыбачили весь день. Может быть сегодня было слишком очень жарко или очень высокое атмосферное давление, но рыбалка была не очень удачная. Нам все же удалось поймать пару басиков. Когда же мы вернулись в свой лагерь вечером, у нас появился незваный неожиданный посетитель. Посмотрите на это! Смотрите кто это! Я не могу поверить, что я вижу. Да ведь это же каймановая черепаха. Она жутко кусается. Как же мне теперь зайти в воду? И почему она не боится людей? Как же мне ее отогнать? Огромная щелкащая черепаха, размером почти с ведро. Ой, теперь понятно. Она просто обнюхивает мои бачки с рыбой и не хочет уходить. Я знаю, как больно может укусить черепаха. Такая черепаха укусила меня год назад, когда я всего-навсего мыла руки в озере. Укус щелкающей черепахи совсем не шутка и может быть опасен. Поэтому я действительно не хочу заходить в воду. Это черепаха. Я знаю, как она кусается. Черепаха это? Да, это черепаха. Какой ужас. Срегуни хвост. Да она больше в два раза, чем в ведро. Я боюсь их страшно. Это как ее? Крокодилова черепаха или как они называются? Это аллигаторовые или как они называются? Это жуткая черепаха. Судя по когтям, она какая-то... Я знаю, как она кусается. Она кусается. Она может ноги откусить, руки откусить. Я страшно боюсь ее. У них все динозавры сдохли. Ты посмотри. Я не знаю, что делать. Выгони ее как-нибудь. Как ее выгнать? Не знаю, как-нибудь... Так вот, может быть, как-то ее подпикнуть, что ли, как-то вот... Не знаю, выгони ее как угодно. О, так вот. О, так. Кинь ее камень. Кто уходит? Уходи. Уходи, противная. Уходи. Уходи, я не хочу тебя видеть. Брысь отсюда. Может, с ней как-то по-хорошему можно договориться? Как по-хорошему договориться? Ну, не знаю, всегда по-хорошему можно договориться. Да что она дизлазку не любит? Она хочет покормиться, и все. Она пришла выпрашивать еду. Жачку пришла просить. Но эта гигантская рептилия чувствует, что в моих ведрах есть рыба, и не собирается уходить. На нашем канале есть видео-факты об укусах каймановых черепах. Пожалуйста, посмотрите. Ссылка будет ниже. Петен слапен чертов. Мне нужно залезть в воду, чтобы достать рыбу и почистить ее к ужину. Попробую я отпугнуть ее. Что же мне делать? Кидать камни? Ни камни, ни весла, ни палки. Ничего не работает. Все бесполезно. Это голодное, надоедливое существо все время возвращается. И вроде бы ничего не боится. Я правда не знаю, что делать. Пожалуйста, черепаха, просто уходи. У меня есть две маленьких рыбешки, я ей отдам. Может, она от нас отстанет? Ну, конечно, по-хорошему можно договориться. Даже с черепах. Смотри, как она ее сожрала. Смотри, что она делает. Иди сюда, скорее, смотри. Ты, главное, руку ей не сунь туда. Ты что, я вообще, что ли? Встанешься без пальцев. Как она кусается. Ты посмотри, какая хватка. Какая она сильная. Кто мог подумать, что у нас такие монстры могут здесь жить. Какая она сильная. Ты посмотри, какие у нее когти. Какие лапы у нее. Смотри, какая она сильная. Я не могу с ней справиться. Все. Убежал? Не, не убежал. Она не получила рыбу. Сейчас получит, рыбу уйдет. Ты посмотри, что она делает. Страшный зверь. Страшная зверюга. Вообще, вообще. Ты посмотри, она вообще ничего не боится. Она ничего не боится. Она за эту рыбу готова на все. Целых две рыбы я здесь кормила. Если она насытилась, может быть, она и уйдет. Мне надо идти взять рыбу, почистить рыбу, приготовить ужин. Фактически, эти каймановые черепахи могут легко дожить до 150 лет. В Канаде, в районе Алгонген парка, много черепах возрастом более 100 лет. Это суперсущество, может быть активным и в зимние месяцы, и еще может охотиться и питаться, находясь подо льдом, потому что она может дышать без кислорода за счет анаэробных процессов, в результате которых сжигается сахар и жиры и обеспечивает черепаху достаточным количеством кислорода. Однако, в результате чего накапливается много кислых побочных продуктов или метаболитов, и это известно как кислородная недостаточность. Щелкащие черепахи на севере могут выжить, не дыша, до 6 месяцев подо льдом. Охранный статус этой черепахи в Канаде вызывает особую озабоченность. Хотя, естественно, хищников для черепахи такого размера не так уж много, но молодую черепаху могут съесть выдры, медведи или койоты. Черепаха длиной почти метр от головы до хвоста. Я не знаю, сколько еды ей нужно, чтобы насытиться и оставить нас в покое. Она ведет себя так агрессивно и так требовательно. Почти снова укусила меня. Вы не можете так шутить с супер монстром. Мне она кажется таким голодным животным, что, может быть, стоит мне дать ей мою гречневую кашу, которая осталась у меня после завтрака. Эта противная черепаха еще здесь, она еще не наелась. Слушай, у нас там есть гречка, давай мы дадим ей гречку, каша гречневая. Черепахи разведят гречку? Ой, прекрасно, но мне как на ней едят все. Слушай, какая она симпатичная. Я хочу эту черепашку. Я хочу, давай заберем ее домой? Давай, будем держать ее в ванной. Нет, у нас есть большой аквариум, будем держать в большой аквариуме. Или в подвале. Слушай, какая она симпатичная. Как ты думаешь, мы же можем забрать ее домой? Конечно, можем, только для этого надо позвонить. Как все порядочные жители Канады, мы должны спросить разрешения у наших властей. Потому что этим мы занимаемся постоянно, спрашиваем разрешение, получаем разрешение. А ты думаешь, они нам разрешат? Это не главное. Главное сам процесс получения разрешения. Слушай, а черепахам нужны прививки? Как черепахи без прививки? Сейчас скоро наступит осень, черепаха может простыть. А она болеет дышенством? Нет, они только болеют черепашьим гриппом. Черепашьим гриппом? От него нужны прививки? От него нужны прививки. И что же делать? Надо будет водить ветеринару? Нет, сейчас уже открылось очень много центров поедать, делают черепашьи прививки. Да? Да. А черепашьи-ветеринары, вообще черепахи к ветеринарам ходят? Сами не ходят, их обычно носят в коробке туда. Слушай, а если мы будем ее дома держать, мы будем ее гречкой кормить? Гречкой с тунной. Я хочу из себя как питомца. Посмотри какая она, мы ее искупаем, правда она воняет. Ее надо будет искупать. Мы ее помоем, почистим, купим черепаший шампунь. А такая есть черепаший шампунь? Такая есть черепаший шампунь. Специально для черепах? Для черепах. Чтобы не дарится? Да, обязательно черепаший шампунь покупать. Для черепах покупаем черепаший шампунь, для собак собачьих, для кошек кошачьих. только так иначе и пока черепаха все это будет есть мне может быть удастся вынуть моего окуня и начать готовить рыбу на ужин я всего на секунду обернулась и черепаха воспользовалась этим о нет какая же я все-таки глупая я же знала что то произойдет я знал что то произойдет что ж ты натворил держи вора что ж ты натворил я сказала посмотреть за ней она втелась мне в доверие и вот как получается вот и верь что делать то я же просила посмотреть за него что же это такое где же мы теперь возьмем другую рыбу у нас больше нет рыбы на ужин это последняя рыба которая только была доверился черепахи как ты мог довериться ты просто смотрел телефон опять вот и не смотрел за черепаха и что же ты мне теперь делать как мне теперь догонять отбирать у нее рыбу до лови ты ее и такие такая челюсти видел да она сидит в кустах вот смотрелся будет есть и не знаю черепаху будем есть теперь да и погодить на ужин а надежда рыбу я не знаю Как ее отбирать? Суй ручку в воду, отбери у нее рыбку. А если за хвост? За какой хвост? Я не буду ее за хвост держать. За длинной черепашей хвост облатить, если ее... Я не хочу ее за хвост держать. Как я тебе отберу рыбу у нее? Веслом по башке ее стукнул. Веслом по башке? Она выронила рыбу. Нет, по панце. Ой, держи, держи. Смотри, она ее откусила. Давай, поддень. Ага, поддень. Ну давай, бери эту рыбку. Суй ручку в воду, давай. Суй ручку в воду. Весло побереги. Да, весло побереги. Ты знаешь, как-то вот... Она борется? Ты посмотри, как она сильная. Ты посмотри, как она... Она же сильнейшая. Я не могу веслом ее держать. Я вообще не могу держать ее. Весло оттяпает тебе. Я не знаю, она оттяпает весло или нет, но руку, мне кажется, или ногу, она мне точно сейчас оттяпает. Рука живет, а весло нет. Да, заживет. Ты знаешь, что? Как-то я это самое... Как-то не хочу больше эту рыбу. И черепаху домой не хочу больше. А как же шампунь? Ты смеешься надо мной, ты издеваешься. Какая шампунь. Я уже позвонил ветеринару. Ты что, издеваешься надо мной? Он сказал... Я не хочу этого монстра домой. Я не могу ее сдерживать больше. Она давит меня на весло. Она не уходит никуда. Она ничего не боится абсолютно. Ой, мамочка, я боюсь ее! Я боюсь ее, и она идет ко мне. Она хочет меня укусить. Не хочет она укусить. Она хочет укусить меня. Все, она опять схватила рыбу. Я уже никогда в жизни ее нет беру. Все, это бесполезно. Хоть что ты с ней делай. До свидания рыба. До свидания шампунька. До свидания черепаха. Не, я не хочу это существо как пэта. Ничего у нас не получится с тобой, наверное. Я это существо как пэта домой не хочу. Пускай, наверное, она идет. Пускай она я. Пускай моего басика хорошего, вкусного. Пускай она его забирает. Все. That's it. Она его наверное отдаст. Я не хочу. Она не отдаст его. Не отдаст. Смотри, застряла в кустах, смотри. Застряла. Может быть это наш последний шанс. Да. Добрать рыбу голодной черепахи? Ты очень добр. Ладно, у нас есть там суп баночный. Будем его есть. Будем есть суп баночный. Away вы. ... ... ... ... ... ... Продолжение следует...